добрый день уважаемые зрители и подписчики моего канала в этом видео мы снова поговорим об универсальном умном и переносном зарядном устройстве факсур f5 250 это довольно популярное зарядное устройство которое понимает уметь заряжать большинство известных аккумулятор типов аккумуляторных батарей вот и в этом видео мы посмотрим как оно собрано попробуем его разобрать и посмотреть насколько качественно это устройство создана как внешне по корпусу так и изнутри там по электронной паке им компонентом но перед тем как мы продолжим у меня к вам моя стандартная просьба вам подписаться на мой канал и поставить лайк если вы еще этого не сделали ранее что ж если вы сделали там то спасибо вам давайте продолжим и так вот так вот она выглядит наше устройство по внешнему виду сборка у меня никаких претензий нет все на уровне эта часть у нас как утверждает производитель алюминиевым ну я принципе ему уверен вот по внешней по внешке принципе никаких претензий нету все четко не скрипит да давайте отсоединим для удобства шнур питания сетевой можем его в сторонку и у нас остаются наши крокодилы вот но они не отсоединяются они здесь как бы стабильно до прикреплены видим что у нас есть задняя часть не знаю как назвать давайте будет корыто задняя часть 4 болта и у нас есть передняя часть у нас тоже здесь 4 болта в принципе других соединений до болтовых винтовых я не вижу давайте разберем раскрутим начнем наверное все таки с задней части да и пока откручиваю там болты винты до могу путать вообще-то конечно это насколько я знаю это винты да там некоторые в комментариях пишут что мог то все есть отличие ну как для меня это в принципе не очень принципиально есть так стараюсь раскручивать побыстрее потому что по ходу это самое неинтересно будет часть видео вот ну уж простите извините как есть так теперь как она у нас здесь крепится опа 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 вот что-то я уже вижу но пока дальше разбирать не будем открутим переднюю часть так называемую морду да и я уже так подозреваю что открутив четыре винта там будет шлейф с помощью которого крепится экран и в этом плане нужно быть поаккуратнее чтобы не повредить этот шлейф еще плюс будут провода которые соединяют наши кнопки управления есть так хорошо что все винты одинаковые да принципе мы не перепутаем можем использовать в любом месте есть так 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 нам нужно это все аккуратненько разобрать досмотрим что у нас передней части чувствуется бум-бум чувствуется какая-то помеха пока не знаю что ну пока мы сняли ручку уже хорошо так задняя часть что мы видим мы видим здесь видите двое клеммы соединительные давайте мы их аккуратно отключим черное у нас сверху красное у нас снизу так это надо заполнить черное сверху красное снизу а еще чертовски не просто это дело отсоединить есть все таки мне это удалось хотелось бы конечно ничего тут не повредить не оторвать есть черное сверху красный я в принципе это сетевой кабель тут особо разница моего нету лучше конечно соблюдать как есть так дальше у нас здесь подключен вентилятор на вот видим его размер так и видим что наши крокодилы до подключены жесткая пайка да пусть их в принципе просто так не снять к сожалению но мы можем кстати да тут эта штука по ходу продумано да смотрите я снимаю еще ромбочек эта штука по идее должна как-то 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 переместиться но как ладно пока мы это трогать не будем попробуем спереди так вижу раз разъемчик два есть до переднюю морду мне удалось снять итак смотрим у нас по морде вот пожалуйста смотрим у нас здесь значит фоксур и fast gf 29 и дисплей версии 16 джин фэнк электроникс то есть наверное джин фэнк электроникс это ну название саму самого там завода компаниям которая корпорации которые выпускают эти устройства нам по поводу давайте поближе может кому-то пригодится то что здесь написано элементная база ну вот эта вот часть по крайней мере создана сделано очень хорошо ну я никаких проблем с пайкой вообще не вижу все в этой части аккуратненько до давать и отложим смотрим далее ну видно у нас здесь такая дополнительная не знаю защитная наверно крышка не знали она снимается должна сниматься по идее опада простите камеру чик поставим и так можно убедиться что эта часть действительно алюминиево до металлическая вот видно по срезу передавать и вынимаем плату плата у нас видно видите держится есть специально для нее пазы такие как бы салатки в которых она может двигаться вставляться покажу аккуратно достанем так пока в сторону и вот что мы видим купон так это может булки которую мы откручивали так не забыть его поставить потом на место положенного отдельно ну походу смотрите что я имел ввиду здесь стоит винтик и здесь вижу две скобки я так полагаю что если их как бы отогнуть то вот эта часть вынимается из этой и с этой стороны то есть принципе устройство ну как инженерно там можно разобрать на более мелкие части для удобства ремонта там замены в этом плане тут все хорошо так у нас значит вентилятор вентилятор вот так он выглядит в общем давайте ради интереса я его откручу он крепится только на один винт и кстати было бы лучше не знаю сэкономили не наверно ну могли бы хотя бы 2 до прикрыть потому что так довольно немножко ходит туда-сюда им со временем может немножко дребезжать хотя в принципе это одно из самых тихих устройств в работе из тех которые мне попадались достаем итак у нас вентилятор хуи юм эй ч вай дисси 12 вольт 60 15 и телефон и телефон и телефон давайте может быть полезно будет узнать размер значит размера стороны 5 и 9 почти 6 сантиметров вот давайте ставим на место и сразу сразу закрепим держится так еще один такой момент упомянул что там в комментариях говорили что как бы не предусмотренные прорези там для хорошего проветривания но в принципе они как кстати предусмотрены вот есть в морде да мы видели при разборке есть отверстие плюс еще вот здесь тоже видите есть перфорация прорези поэтому в плане доступа воздуха для охлаждения все продумано еще здесь есть да видите просвечивается все в порядке ну можно конечно поспорить на том насколько этого достаточно до для хорошего охлаждения мне кажется что все в порядке тут отверстий для прохода воздуха вполне достаточно теперь давайте самое наше главное это наша плата давайте покажу так вот она выглядит так давайте другую сторону поверну значит вижу у нас так факт сур и фест джей в 29 пися пи пи пауэр версия 22 и дата у нас 23 год 10 месяц 26 число и ну а вот с этой стороны да вот сейчас смотрим да все аккуратненько да все принципе никаких ляпов ну я не вижу то вы наверно тоже не увидите все аккуратненько есть разъемчики вот по количеству посадочных мест в принципе все более-менее занято на так давайте посмотрим еще попробуем конденсатор эти большие значит у нас здесь видно 180 микрофарад и 400 вольт бренд конденсаторов united видите конденсаторы сами целые не вздутая в этом плане все хорошо трансформатор давайте тоже глянем fc4220 lz наклеечка контроля как бы скручен тоже он аккуратно так что еще тут какая-то маленькая платка стоит ну не буду уже снимать разъемчик мы тоже выглядит она нормально да качественно еще одна платка интересно такое решение как бы платы в платье вставлены так ну теперь давайте посмотрим с обратной стороны и так здесь у нас так смотрим 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 ну что я никаких косяков не вижу каких-то вот прям просто могу сказать что почему-то в комментариях очень мной пишут что тут вдруг ай-яй-яй там тут как будто там непонятно как собирали вот смотрите я перед вами разобрал это устройство и вы сами можете убедиться что в принципе в качестве сборки реализация там и компонентов да на плате все нормально все на уровне возможно те люди которые разбирали им не знаем либо не повезло либо они сравнивают может быть со смартфоном как бы да где качество пайки конечно получше валида но тут просто разные уровни исполнения компонентов поэтому ну здесь здесь все как вы видите здесь все классно для такого класса устройств это все очень даже на хорошем уровне вот вам не знаю давайте покажу вот что же ну как бы я уже обратную сборку не буду показывать да потому что это как бы и так понятно и не очень интересно соберу уже за кадром но сейчас уже резюмирую это видео скажу свои впечатления ну то что люди говорят что здесь некачественная сборка не хочу говорить что они врут наверное им просто не повезло претензий как бы к этому устройству меня в принципе нет специально для этого тут разобрал чтобы вам показать единственное что могу сказать ну вот да вот стоило бы вентилятор прикрутить хотя бы на два винта так было бы надежнее более качество всем остальном как внешнее исполнение детали так и электронных компонентов пайка все на хорошем уровне поэтому в общем я рекомендую это устройство несмотря на то что там что разные люди другие остальные пишут что же на этом все если видео вам было полезно было интересным том как всегда ставим лайки подписываемся на мой канал вам всего хорошего до свидания